Лучшее в стране Илья Галаев, Илья, привет! Здравствуйте все! Привет тебе, большое спасибо за то, что ты к нам пришел, потому что общество «Трудовые резервы» — это очень молодое общество, несмотря на то, что может быть тем, кто постарше, хорошо знакомое хотя бы по названию. Я, конечно, хочу тебя прям сразу попросить, наверное, рассказать, что это вообще за общество, зная только, что оно появилось вот относительно недавно, прям чуть ли не в марте этого года. Да, Саша, абсолютно права, действительно, мы вот только-только-только стали обществом, встаем сейчас на ноги активно. Буквально краткая предыстория, как чего получилось. Да, давай. На самом деле, в 16-м году, в октябре 16-го года на заседании по спорту, по совете по спорту при президенте России было принято решение вот так институты общества, как они существовали в советское время, возрождать. Я знала, что президент и здесь в стороне не остался. Конечно, конечно. Вот было принято решение такие общества спортивные возрождать, потому что в свое время в Советском Союзе были достаточно сильные вот эти институты по отраслям, то есть были промышленники, были образовательные общества, сельское хозяйство, все они объединялись под каким-то спортивным вот таким вот обществом. Соответственно, после развала все это сквозь пальцы, так же, как и много чего провалилось, и вот сейчас было принято решение как раз это все действие возрождать. И, соответственно, общество трудовые резервы объединяет под собой все предприятия промышленности в стране. Мы для этого были заточены. В марте уже 2017 года мы год целый разрабатывали концепцию, занимались идеологией всего этого. И в марте 2017 года... Нужно же было еще, извини, пожалуйста, что перебиваю, собрать 41 региональное отделение, если не ошибаюсь, для того, чтобы как раз получить это звание общероссийского. Да, мы этим занимались. Я говорю, у нас порядка, чуть больше года ушло на создание всей концепции, всей идеологии. И вот в марте 2018 года мы учредились, была конференция там большая. Мы пытаемся максимально отойти от стандартов вот таких вот обществ, то есть максимально все это дело упростить, омолодить, чтобы больше к нам молодых сотрудников вовлекалось и так далее. Но основная задача, действительно, это вовлечение всех сотрудников, всех наших предприятий, а также компаний в стране, членов их семьи, занятия спортом, популяризацию спорта. То есть основная задача – это увеличение числа занимающих спортом в нашей стране. То есть ЗОЖ. Да, именно любительским таким спортом. Именно любительским видом спорта. Ну а в конце концов это и скрепление коллектива того или иного предприятия, но и в целом духа даже всероссийского масштаба, наверное, так получается. То есть задача-то глобальная очень. Ну, да. Работа продолжается. Вот ты уже сказал, что 48 у вас региональных отделений. Конечно, я так полагаю, что это еще не предел, да, еще какие-то регионы будут присоединяться. А каким образом это происходит? Вот почему кто-то еще остался в стороне? Ну, этот процесс достаточно сложный. То есть нужно найти заинтересованных людей, нужно их отобрать, с ними проговорить, объяснить им нашу идеологию, как все это должно выстраиваться. Соответственно, мы идем, мы сейчас сделали очень большой сразу рывок, а дальше идем пошагово и тщательно выбираем, потому что многие из тех, кого мы сейчас определили на первом этапе, мы их меняем и смотрим на других каких-то заинтересованных больше в этом людей. Потому что некоторые, там, по факту говорят, я вот не ожидал, у меня много работы, я сейчас не успеваю. Естественно, мы вот... Это сейчас речь идет о руководителе, да? Да, о руководителе, да, да, о руководителе. Но основная задача у нас это, чтобы на каждом предприятии появился свой комитет физической культуры, КФК мы так его называем, со своим физкультурником или так называемым физоргом, который будет вовлекать людей в процесс спортивный. По-хорошему, это значит, должен появиться какой-то, ну, если не спортзал, то хотя бы какая-то спортивная комната или это не обязательно? Обязательно, спортивный уголок должен быть на предприятии, мы сейчас как раз по этому поводу общаемся с рядом компаний, которые... Мы, кстати, давно задумывались тоже, что нам необходимо, теперь, я думаю, что у нас, да, пути не будет иного. Вот прямо здесь можно в углу сделать, конечно, перерыв, пам. Да, во время клипов. Да. Продолжай, пожалуйста. Мы здесь сейчас общаемся рядом с компанией, которые производят спортивное оборудование для того, чтобы можно было вот так вот без отрыва от производства, от работы, буквально какую-то разминку, да, какие-то вот такие спортивные, может быть, в перерыве, на обеде где-то, да, как-то вот так расслабиться. Потому что, на самом деле, это же все корпоративный стиль, это все ради повышения производительности труда на предприятия, экономической эффективности предприятия. Людям все равно нужна какая-то некая разгрузка. Мы проводим постоянно спортивные соревнования среди сотрудников, и с года в год у нас это число участников, оно растет. Поскольку трудовые резервы – это всероссийское физкультурно-спортивное общество, значит, какие-то соревнования и всероссийского масштаба. Да. У нас сейчас большой календарь с Минспортом, с Минпромторгом, с Минспортом совместный готовится. Мы вот, на самом деле, уже подготовили, мы его отдали, у меня была встреча вот с Колобковым на прошлой неделе, мы отдали его в Минспорт, то есть они с ним согласились, сейчас просто формально с ним утверждаем. Там, действительно, календарь сделан, так сказать, по трем уровням. Это местные на предприятии, то есть когда отборочные этапы идут, он же и городской, то есть внутри города они друг с другом соревнуются. Потом региональный, соответственно, лучший с лучшими, и уже потом три раза в год всероссийский. Зима, лето, и мы так еще берем со стороны СНГ, такой мировой, так скажем. Отлично. Мы обязательно поговорим и о предстоящих мероприятиях, и о тех, которые уже прошли, тем более, что у нас есть и видеоматериалы, и фото, так что, друзья, оставайтесь с нами. А пока прервемся совсем ненадолго, но это будет музыкальная пауза, будьте с нами. А у нас в гостях сегодня президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества Трудовые резервы Илья Галаев. И мы уже с вами, друзья, поняли, что это своего рода трудовые резервы помощник для сотрудников предприятия, их семей, это укрепление здоровья и так далее. Ну и вот ключевым проектом являются корпоративные игры. Я хочу, Леш, чтобы мы с тобой сейчас, наверное, рассказали вкратце о мероприятиях, которые уже прошли. То есть с трудовым резервом есть уже чем гордиться, несмотря на то, что это только начало такого серьезного дела. У нас есть видео, это, снятое в Крыму. Да, в этом году. В июне в Алуште пошли летние корпоративные игры. И расскажи, пожалуйста, каким образом отбирались туда? Это были только крымчане или это и приезжали с материка, что называется? На самом деле со всей России съехали сотрудники, со всех промышленных предприятий. Их было около 70 предприятий, то есть от Калининграда до Дальнего Востока. Это все за такой короткий срок успело к вам присоединиться уже? На самом деле тут не будем обманывать. Мы во время наших игр присоединяли людей к обществу. Но по факту, конечно, у нас просто есть уже опыт проведения корпоративных мероприятий, именно спортивных. И мы его просто переняли под новый формат, под формат именно общества трудового, спортивного. И вот в июне 2018 года провели первые корпоративные игры. Какие виды спорта были здесь представлены? 27 видов спорта. Ух ты, как серьезно. Начиная от футбола, самого массового у нас вида спорта на мероприятии, заканчивая дронрейсингом, альпинизмом, пейнтболом. Очень масштабно. Да, у нас в этом году даже мы сейчас нашим обществом в том числе очень активно занимаемся восстановлением такого вида, как спортивный туризм. То есть он тоже был очень популярен раньше, в советские годы. Тысячи человек у нас по путевкам с предприятий ездили в различные горные массивы, ходили, гуляли там по горам. И, к сожалению, в какой-то период, опять же, это все было немножечко подзабыто. Мы сейчас этим занимаемся. У нас в Крыму, в Алуште, все это дело проходило. На гору Демирджи, вот там сзади можно видеть ее вершина. Ты-то тоже покорял эту гору? Да, вместе я ходил, 65 человек, по-моему, 65-64, сейчас точно сказать, к сожалению. Не могу. Вот коллективное восхождение такое было. Все это дело у нас заняло 5 часов, 5,5 часов. И вот очень было интересно. Коллективный дух. Ради чего в итоге борются и принимают участие в этих соревнованиях? Есть ли какие-то призы? Я вот про что хочу услышать. У нас на самом деле... А, кубки я вижу только что. Да, ну, конечно, кубки, медали, это все стандартное. Плюс активно мы подключаем спонсоров сюда, они дарят какие-то свои подарки, презенты. То есть денежные призы мы не дарим, но я знаю, что на многих предприятиях, если сотрудник приезжает с золотой медалью или серебряной, бронзовой... То ему в коллективе посчет, респект и уважение. Нет, 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 ничего подобного. Это само собой, но руководитель предприятия еще материально их отблагодарит. Я знаю, что даже на одном предприятии сумма поощрительная за золотую медаль доходит до 100 тысяч рублей. Ну, это очень еще тема. Это инициативный порядок. Даже ради этого стоит заняться серьезным спортом? Ну, наверное, да. Любительским точно. Скажи мне, пожалуйста, Илья, вот сейчас, если нас сотрудники каких-то предприятий слушают, как донести им до руководства? Дальше какие шаги нужно предпринимать, чтобы с вами подружиться и дальше взаимодействовать? На самом деле у нас членство бесплатное. То есть мы ушли от понятия каких-то членских взносов и так далее. А может зря как-то думаешь? Нет, на самом деле, мне кажется, сейчас немножко другие форматы работают. И наоборот, нам нужно как можно больше давать людям и давать возможности вступать, и какую-то лояльность проявлять. В этой связи, отвечая на твой вопрос, у нас есть работающий сайт трудовыерезервы.ру. Пожалуйста, заходите, там есть вся информация о нас, все документы, есть понимание, как можно подать к нам заявку от предприятия, чтобы можно было сотрудников регистрировать и так далее. И на данный момент мы сейчас с банком, Новикомбанк, это банк промышленности, занимаемся тем, что создаем карту лояльности. Все это будет обычная банковская карта, Новикомбанка, на которую ты можешь класть деньги, расплачивать ее как банковская карта. И также она будет являться членским билетом. То есть мы ушли от истории с корочками. Банковская карта является членским билетом, там вбит номер твоего членства в трудовых резервах. И целая программа лояльности, по которой ты сможешь покупать спортивное питание, товары, какие-то еще льготы получать на спортивных объектов. Вот все для сотрудников. В общем, да, очень привлекательная история. Илья, скажи мне, пожалуйста, помимо стандартных видов спорта, скажем так, о которых уже много знают, я знаю, что трудовые резервы делают особенную ставку на, как это правильно выразить, высокотехнологичные штуковины, такие как, вот, пожалуйста, фестиваль дронов, который уже прошел. Это с чем связано? На самом деле у нас в августе... Как раз для привлечения молодых, наверное, да? Да, да, конечно. У нас, в принципе, по стране достаточно сейчас сильно омолаживаются коллективы на предприятиях. Во многих это омоложение достигает 65-70%. То есть очень активными темпами это все идет. Поэтому нам, естественно, нужно привлекать как-то молодежь, показывать новые инновационные виды, такие как вот киберспорт и дронрейсинг. Дронрейсинг вообще уникальный, молодой. В декабре 2017 года он только официально в России зарегистрирован Минспортом как спорт. То есть, в принципе, можно ему увлечься сейчас и достичь, не знаю, там, мирового уровня? Самый начало, вот самый тот правильный момент, если вы хотите себя как-то развить в дронспорте, тот нужный момент, когда можно им заниматься. Потому что, действительно, спорт очень... ему всего 4 года. Он зародился в Австралии и вот только-только-только начинает пускать по миру корни. И причем очень быстро. Вот журнал Forbes в 2018 году признал дронспорт самым быстро растущим в плане инвестиций спортом в мире. Для того, чтобы принять счастье в подобных соревнованиях, нужно иметь свой собственный дрон или, может быть, трудовые резервы выдают? Мы, на самом деле, одни... ты спрашивал до этого, какие у нас были подарки. Одни из подарков мы как раз дарили дроны на нашем крымском мероприятии. Какие вы молодцы! У нас одно предприятие выиграло дрон. Я надеюсь, они активно уже тренируются, пока на контакт с нами обратно не выходили по этой части. Но, действительно, мы сейчас сделаем школу. У нас где-то в октябре будет готова школа в центре Москвы, именно школа дронов. Будем всех желающих обучать как гоночным дронам, так и обычным запускам. Ну и таким образом формировать мощную команду, наверное, сборную России или участие уже и на международном мероприятии. Вот у нас прошло мероприятие в августе. Ребята, такое международное мероприятие, самое крупное в России, которое было под эгидой трудовых резервов, именно Moscow Drone Racing прошло на Воложниках, собрало более 5000 зрителей. И из 12 стран приехали порядка 70 пилотов, которые соревновались весь день, благодаря нашим спонсорам, за крупный денежный приз. То есть ты говоришь из 12 стран, значит, наши, естественно, тоже были из России. Да, наши второе и третье место заняли. На каком уровне? Второе и третье, ну это вполне себе, очень даже хорошо. Да, и сладкий парень занял первое место. Надо школу скорее, скорее, скорее открывать. У нас есть видео с этого самого фестиваля, мы обязательно его посмотрим, друзья. Обязательно оставайтесь с нами. Вот, пока же у нас впереди коротенькая пауза, так что не прощаемся. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. А у нас в гостях, друзья, Илья Галаев, президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы». Мы говорим уже о прошедших успешных мероприятиях, в том числе затронули беседу о «Дронфейсте», который прошел 26 августа в Лужниках. И в России это совершенно уникальный проект. Впервые был проведен подобный фестиваль. Это были тоже сотрудники предприятия, обычные какие-то, не знаю, молодые, не очень молодые люди. Мы очень надеемся, что в скором времени это будут сотрудники предприятия. Но в данный момент это были профессиональные пилоты из всего мира. Пока еще профессиональные пилоты из 12 стран мира. Давайте посмотрим видео. У нас есть небольшая видеозапись о том, как раз как все это происходило. Зрители наши сразу же здесь с невооруженным глазом узнают, надеюсь, Майка Войса, нашего ведущего. Да, он нам очень сильно помог в этот день. Илья, ну расскажи, пожалуйста, во-первых, наверное, вот что мне интересно. Каковы условия этих соревнований? Что делают пилоты? Там какая, не знаю, скорость у дронов, километраж и так далее? Да, с удовольствием. На самом деле вот на трассе, которую мы построили, она была полностью закрыта со всех сторон сеткой, специально для безопасности, чтобы дрон ни в коем случае никого не вылетел, он попал. Вот за это спасибо отдельное, за организацию безопасности. Задача одна. Там выстрелена трасса гоночная, и необходимо на время, как можно быстрее, не упав, никого не разбив, то есть пролететь. То есть кто первый прилетает, тот и побеждает. Да, да, да. Мы вот видим, что на участниках были надеты очки. Да. Очки, соответственно, которые позволяют им видеть, так я не знаю, глазами дрона непосредственно. То есть как идти в дрон с камеры. И надо еще очень важный момент сказать, что все тоже слушатели, наши зрители понимали, что дроны развивают скорость на гонках от 150 до 200 км в час. То есть это очень быстро, нужна очень серьезная реакция для того, чтобы... Вот это мы видим прямо как сейчас глазами пилота, как летает дрон на самой трассе. Ну а для зрителей, скажи, пожалуйста, есть ли какой-то интерес здесь, какой-то азарт наблюдать? Очень интересно смотреть на гонки вечером, когда стемнеет. Днем, конечно, немножечко может быть непонятно, потому что дрон плохо видно, солнце светит. Но вот вечером, как только стемнело, у нас были финалы, и люди прям были все в восторге, потому что дроны подсвечиваются светодиодами, трасса в том числе подсвечивается и фонарями, и светодиодами. И очень ярко ты видишь дрон, как летает. Дети просто были в восторге, родители еще больше. Поэтому у нас огромное количество пожеланий и заявок. Уже на следующий год? На следующий год это само собой, а вообще, в принципе, у обычных людей, где нам можно позаниматься, где мы можем попробовать себя в этом и так далее. Ну тем более, есть хорошая новость, что в октябре должна быть уже открыта школа. Информация где-то появится, на том же сайте, может быть, трудовые резервы или где-то. Да, 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 это будет. Ну а дальше, друзья, уже вы понимаете, что это уже мировой уровень, это уже состязание, встречи с другими странами, ну и очень классные, крутые призы и подарки, насколько я понимаю. Да, 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 был хороший призовой фонд денежный, а также от наших спонсоров тоже ребята. Ты не принимал участие, кстати, в этом мероприятии? Я лично. Да, 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 как пилот. Как пилот. Ой, я попробовал потренироваться, меня ребята пытались научить, я вроде взлетел, пролетел и куда-то ударился и упал. Но я буду учиться, я обещаю. Ну конечно, в школе-то все встретимся, все со своими дронами обязательно встретимся, пообщаемся. Все там будем. Да, и еще о мероприятиях, организованных трудовыми резервами. Вот что мы знаем, что 15 сентября, это совсем-совсем-совсем недавно, буквально вот на днях это все случилось, на стадионе «Москвич» прошли московские корпоративные игры. Давай про это мероприятие расскажем. Какие здесь были виды спорта представлены, кто принимал участие? Да, это наше московское мероприятие, которое вовлекает в себя сотрудников предприятий московского региона, департаменты города Москвы различные приезжают участвовать. У нас было где-то 1200 участников по 20 с лишним видом спорта. Они более здесь были стандартные, начиная от футбола, заканчивая легкой атлетикой, бадминтоном, волейболом и так далее. Шахматы, шашки, ритуальные игры, что угодно. Люди очень активно идут на это. Но надо понимать, что среди участников не было профессиональных спортсменов. Абсолютно, нет. Мы вообще не за профессиональный спорт. Мы только за любительский, именно для того, чтобы как-то можно было побольше. На самом деле, одна из задач, которая перед нами стоит, это в том числе майские указы президента, которые были по увеличению до 2024 года, до 55% населения страны, занимающихся спортсменами. Нам надо до этого уровня дойти. Надо еще до этого дойти. То есть на сегодняшний день это совсем не 55% далеко. Да, да, да. Благодаря в том числе и нам, нашему обществу, эти показатели должны быть достигнуты. Мы будем все делать для того, чтобы... Давайте мы сейчас посмотрим слайд-шоу, фотографии, как раз сделанные на прошедшем мероприятии. Московские корпоративные игры, которые состоялись 15 сентября на стадионе «Москвич». Ну и посмотрим приблизительно тоже. Кубки всегда красиво, это радует. То есть не просто победить, а поставить на свою полку, гордиться с поколения в поколение, все это передавать. На самом деле, не понаслышке знаю, насколько важно реализовать себя в спорте. Я играю в хоккей, у нас своя команда есть, любительская тоже в хоккее. На самом деле, мы больны все уже хоккеем, как только начали им заниматься. И это действительно такой спортивный наркотик, с одной стороны. И победа на каких-то соревнованиях, для тебя, как для любителя, соревнования любительские очень важны. Это действительно такая серьезная душина, и для внутреннего каких-то твоих задач, которые ты перед собой ставишь, это очень важно. Ну, а помимо всего прочего, даже если вы пока еще не встали на дорожку, не знаю, и очень хорошо играете в футбол, и учитесь, можно просто приходить и получать удовольствие от того, что ты смотришь или болеешь за кого-то из своих коллег. Ну, уже очень много людей. Замечательные, яркие фотографии. Ты вот сказал про свою любовь и страсть особенную к хоккею. Регби, волейбол, практическая стрельба, различные виды единоборства, горные лыжи, туризм, ну и дронрейсинг. Это же тоже все те виды спорта, которыми ты увлекаешься? Да, да. Ну, вот, например, регби я уже, ну, так скажем, где-то года полтора уже не играл. Я до этого играл, может быть, там, пару раз в год, встречался со своими старичками. В свое время я четыре года посвятил регби, и в один момент, ну, так сказать, не по своему желанию прекратил в него играть, потому что я просто приходил постоянно побитый на работу. Уже просто уже было... Нет, ну здесь надо пояснить, побитый не своими сокомандниками, так скажем. Ну, во время игры, да, да, из-за игры. У меня один раз зуб выбили, поэтому я понял, что... Боже, какой опасный вид спорта. Ну, это все во время игры, так скажем. В азарте просто не замечаешь и забываешь о технике безопасности элементарно. Я вижу, что и дети привлечены тоже к этим мероприятиям. Да, мы активно, ну, постоянно пытаемся привлекать какие-то детские школы. Сами по себе поддерживаем и проводим несколько турниров благотворительных в год, такие как Кубок Рагулина по хоккею среди детей и Кубок Озерова по теннису мы поддерживаем. Кубок Озерова вообще это первая категория международная, признан. И можно сказать, что те теннисы, международная федерация теннисов признана в первой категории стоит. И можно сказать, если уже подросток выиграл на этом чемпионате, он проходит у нас в Рязани каждый год, то можно с меня сказать, что он будет, скорее всего, в ближайшее время профессионалом уже. Там до 18 лет. Друзья, мы в самое ближайшее время с вами обязательно продолжим беседу с нашим гостем Илья Галафовным. Сегодня в гостях президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы». Оставайтесь с нами, пока у нас небольшая музыкальная пауза. Программа продолжается. Напомню, Илья Галафовна в гостях президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы». Мы поговорили уже о очень масштабных, серьезных, красивых спортивных мероприятиях, которые уже успешно состоялись и прошли. Теперь хочу попросить Илью рассказать о том, что ожидает. Тем более, что, в общем-то, ждать осталось недолго. Вот я вижу в программе мероприятие с 4 по 7 октября. Мировые корпоративные игры. Что это такое? Под эгидой нашего общества в Сочи с 4 по 7 октября пройдут мировые корпоративные игры, которые, опять же, соберут на площадках спортивных лучших представителей команд нашей страны, предприятий и компаний. А также к нам приедут гости из ближайших стран, а также и другие страны. Например, у нас, для того, чтобы просто понимать масштаб, у нас 50 человек приедут только с Алжира. Алжирцы. У нас приедут ребята из Анголы. У нас из Польши приедут команды. И вот на площадках сочинского югспорта будем совместно... Сойдутся сильнейшие. Да. Ну, это некий, в любое такое неформальное общение, да, когда любители, понятное дело, борются за призы. У нас никогда, кстати, надо сказать, не бывает каких-то конфликтов, таких вот серьезных ситуаций. Ну, максимум кто-нибудь там, не знаю, какой-нибудь шип тут же перед друг другом извинились, и все, и дальше играют. Потом все еще и вечером где-то отдыхают, общаются и так далее. Все это некий такой тимбилдинг, который помогает людям сойтись, людям деловым, которые занимаются какими-то общими делами, смежными. Вот на площадках они знакомятся, дружат. Я так понимаю, что состав участников уже определен, и оказаться уже участником этих игр пока не представляется возможным. Нет, на самом деле мы открыты для заявок. Если кто-то хочет представить коллектив своей компании на играх, с удовольствием, пожалуйста, заходите на сайт corporategames.ru или на сайт трудовые резервы. У нас просто специально сделали два разных сайта, чтобы мы, может, немножечко могли расширить диапазон нашей публики, потому что мы не только наши трудовые предприятия приглашаем к участию, любая компания, предприятие, бизнес-структура может принять участие в наших мероприятиях. Там будет достаточно большой формат в два дня спортивных мероприятий в Сочи. Поэтому это очень интересно, и мы всех ждем, приглашаем. А предполагается ли вообще такой вариант развития событий, что просто слишком много будет участников, и уже слишком много регионов будет, и достаточно сложно будет все это в один-два дня все команды выпустить на поле, выпустить в борьбу? Ну, или еще пока далеко, загадывать не стоит в этом смысле? У нас есть понимание приблизительно по количеству участников, которые у нас будут, но нужно сказать, что основной шквал, конечно, заявок у нас всегда происходит за три недели до мероприятия. Да, уж вы такие люди. Мы с этим боремся как можем, то есть пытаемся, чтобы к нам заявки поступали за полгода, могли подготовиться. Но, к сожалению, все люди деловые, у всех свои задачи, мы все прекрасно понимаем, поэтому всегда наши мероприятия проводим ближе к выходным или на выходных, чтобы не отрывать их от производства, от дела, от бизнеса. И, соответственно, у всех как раз ко времени начала подходят вот эти вот понимания того, что нужно срочно ехать, что-то делать. Поэтому, если я тоже обращаюсь к нашим слушателям, если вы хотите принять участие в наших спортивных мероприятиях, пожалуйста, делайте это за полгода. Да, не нужно ждать 3 октября, чтобы заявку подавать, а лучше сделать это уже прямо сейчас. И еще одно мероприятие запланировано 21 октября в Севастополе. Исторический забег, Черноморский полумарафон. Да. А еще, кстати, я добавлю, у нас с октября стартует в Москве для московских слушателей наших лига по баскетболу и волейболу. Тоже трехмесячная лига на территории Мичак в комплексе. Там большая программа, то есть желающие, если есть, могут тоже подать заявку, зарегистрироваться. А Черноморский полумарафон, можете найти его в соцсетях или в интернете по хэштегу Черноморский21. Тоже очень интересное мероприятие. Мы возобновили под эгидой нашего общества в Севастополе. Я так предполагаю, что там будут тысячи участников. Ну, пока мы... Это первое в этом году мероприятие. Опять же говорю, Черноморский марафон всегда был, существовал. Но потом какое-то время опять о нем забыли. И долгие годы его не было. Мы сейчас его восстановили. Мы планируем пока ориентировочно полторы-две тысячи человек на первый забег. Но дальше, и с каждым годом, как любые показатели, они растут. Некий план такой мероприятия, он уже составлен? Если да, то на какое время? На год вперед, может быть, на пять лет уже расписано все. Да, совершенно верно. У нас составлен план на 2019 год. На 2018 год он тоже был в прошлом году составлен. Поэтому, в принципе, с ним можно ознакомиться до конца года. Но на 2019 год, вот я говорю, у нас есть огромный всероссийский календарь. Опять же, который захватывает почти все регионы страны. И сейчас он просто на согласовании в Минспорте. Вот как только мы получим обратный ответ. То есть многие мероприятия, я уже знаю, в любом случае, мы будем сами проводить, без участия в Минспорте. Ну, просто так как некие мероприятия у нас будут включены в календарь Минспорта. Поэтому сейчас мы буквально в течение сентября этот вопрос закончим. И можно будет тоже на нашем сайте с ним ознакомиться, посмотреть, принять участие в любых мероприятиях. Друзья, давайте почаще заглядывать на сайт Трудовые резервы. И, может быть, встретимся где-то на каких-то соревнованиях. Не может быть, а точно, наверняка. Небольшая музыкальная пауза, и скоро вернемся в студию. Оставайтесь с нами. Программа продолжается. У нас в гостях президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества Трудовые резервы Илья Галаев. Я хочу, чтобы мы сейчас, Илья, поговорили об особой дружбе, точнее, надо сказать, о долгосрочном сотрудничестве с футбольным клубом Чертаново. Расскажи мне, пожалуйста, к чему это приведет, что в планах? Мы, на самом деле, так как позиционируем себя, и хотим себя позиционировать как номер один в стране по корпоративному спорту, по развитию корпоративного спорта, также мы хотим с такими же лучшими партнерами взаимодействовать в плане спорта и вообще развития нас, также наших идей, инициатив, и вообще с людьми общаться, которые близки нам по духу. Вот футбольный клуб Чертаново один из таких. Мы с ними подписали соглашение о сотрудничестве, мы сейчас являемся их партнерами официальными. На самом деле, вот кто не знает, прям рекомендую обратить внимание, прочитать про них. Действительно, ребята просто огромные молодцы. У них, это, надо сказать, это футбольная команда Москомспорта, то есть они полностью на балансе Москомспорта, но при этом у них более где-то полтора-полутора тысяч воспитанников, у них есть свой интернат, то есть они обучают детей, у них есть команда, которая в этом году вышла в ФНЛ, и сейчас играет в ФНЛ при, на самом деле, очень небольших бюджетах, потому что в любом случае это и перелеты, и какие-то затраты дополнительные, и ребята действительно справляются, при том, что они играют только своими воспитанниками, у них нет ни одного легионера, они, в принципе, против политики легионеров, и ребята очень мощные, сильные, там очень сильная идеология внутри команды, то есть даже тренера, весь тренерский состав, административный состав, они все замотивированы на результат и на развитие футбола в нашей стране, и тот уровень, который они сейчас показывают, тот уровень, там ту модель, которую они взяли за основу, развитие свое, она именно очень близка к европейским моделям, именно саморазвитие, самоокупаемость, и на данный момент, хоть, конечно, с учетом того, что они вот только-только сейчас попали в ФНЛ, там начинают играть, ищут спонсоров активно, но при этом при всем нужно отметить, что уже четыре игрока Чертанова в шорт-листе у команды Манчестер Юнайтед английской, и вот, возможно, в сезоне трансферов зимой кто-то, возможно, кого-то они купят и так далее. Ну, они очень заточены именно под то, чтобы самоокупаться, то есть воспитывать ребят, чтобы потом они играли в лучших клубах в России и так и в мире, где угодно. Я хочу спросить у тебя вот еще что, Илья, скажи мне, пожалуйста, о команде, обществе «Рудовые резервы». Сколько это на сегодняшний день человек? О команде именно сотрудников наших? Да, да, конечно. Имейте в виду, сколько в офисе работают люди? Сколько, да, людей отвечают вообще за все эти мероприятия. На данный момент... Ну, говоря, у вас подчинение, господин президент, находится. Спасибо. На самом деле у нас сейчас коллектив, он постоянно обновляется, постоянно мы, так как только когда мы создались, постоянно расширяется. На данный момент у нас 42 человека, и где-то по плану у нас еще где-то 10 человек мы должны взять к себе в штат. В принципе, на сайте HeadHunter висят наши объявления, поэтому если кого-то интересует, может зайти посмотреть. Кто-то увлекается спортом и разделяет нашу идеологию, пожалуйста. У нас очень дружный коллектив, молодой, активный, и поэтому с удовольствием рассмотрим приложение. Ну и самое главное, конечно, руководители, компании, предприятия, сотрудники. Я думаю, что нужно обязательно присоединяться к Обществу Трудовой резервы. Вот телерадиоканал «Страна.ФМ» я могу точно сказать, уже присоединяется. Мы вас приглашаем на мировые игры. Да. Так что увидимся обязательно с вами, Илья. Я тебя благодарю за визит к нам. Спасибо большое. Я благодарю за уже проделанную вами работу. И, конечно, искренне желаю, чтобы вы, мало того, что справились с поставленными задачами, может быть, даже пусть все это еще будет приумножено во много-много раз и удивило вас самым хорошим образом. Саша, спасибо большое. Спасибо вашей радиостанции, что поддерживаете такие инициативы, спорт в целом. Поэтому было очень приятно пообщаться. Спасибо. Друзья, президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» Илья Галаев. Я думаю, что наши встречи здесь обязательно будут регулярными. Спасибо тебе большое. Спасибо. Лучшее в стране.